Более 150 тысяч неравнодушных жителей области сегодня примкнули к видеоконференции в формате онлайн. Волонтеров поприветствовал губернатор региона и дал слово каждому. Большинство собравшихся участники всероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе». За время проведения она вышла далеко за пределы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Помощь оказывается повсеместна – врачам, детям-сиротам, пенсионерам, а также ветеранам и инвалидам. Мы регион, который очень часто задает новые тренды развития добровольчества, новые дела. Можно много проектов вспомнить, конечно, замечательные проекты в сфере инклюзии, и замечательные наших энтузиастов и добровольцев, которые сами преодолевают сложность и помогают другим людям почувствовать себя полноценными гражданами Великой страны. В насыщенной дискуссии совместно с волонтерами приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Для нее, как и для большинства собравшихся неравнодушное отношение к землякам и готовность оказать помощь людям, которые в ней нуждаются – первоочередная задача. Успехи волонтеров региона отмечены на федеральном уровне. Добровольцы трижды побеждали на всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». Та сложная ситуация, в которой оказался город, регион, да и в целом стране, показала, насколько много у нас добрых, обзывчивых, искренних людей. Поэтому, ребята, за все вам огромное спасибо. Вам здоровья, берегите себя. И надеемся, что армия волонтеров будет с каждым днем только увеличиваться. Стремления добровольцев поддерживаются на федеральном и региональном уровнях. В этом году в Самарскую область были направлены дополнительные средства на развитие добровольчества, создание сети волонтерских центров в муниципалитетах и образовательных организациях региона. С этого года открыто уникальное для губернии обучение кемп-лидеров. Проводятся инклюзивные поездки в заповедные места Самарской области, экспедиции на Байкал и Кавказ. И все же главное, что объединяет этих людей – готовность выручить и поддержать любого гражданина страны в любую секунду. Я считаю, что это одно из самых необходимых вещей, которые должны сейчас продвигаться, потому что время тяжелое, сами все это понимаем, и хочется оказывать, и хочется смотреть, что где-то кто-то помогает. У нас даже был случай, когда мы помогали бабушке отвезти ее кота к ветеринару, потому что ей просто нельзя было нарушить режим самоизоляции. То есть мы максимально пытаемся не дать им потерять социализацию, обезопасить от выхода на улицу лишний раз, сделать жизнь чуточку комфортнее в данных условиях. В 19-м форуме добровольцев Самарской области приняли участие 37 муниципальных образований губернии. Все волонтерские организации отметили дипломами и ценными подарками. Добровольцев наградила глава города Елена Лапушкина, пожелала волонтерам здоровья и поздравила с наступающим Новым годом. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.